Девушки отдыхают Девушки отдыхают Перестройка раз и навсегда Не волнуйтесь, дамы и господа Дорогие товарищи, я прошу прощения Я пригласил вас для того, чтобы искренне, от всего сердца Поздравить вас с поступлением в театральное училище имени Щуки Я хочу, чтобы вы учились и научились всему тому, чему мы можем научить Я должен сказать, что вы поступили неверно Не зная броду, воду, соваться не надо Не понимая традиций училища, любого учреждения Не надо навязывать своих Надо уважать те традиции, которые здесь существуют Капустник, который вы показали Ничем не отличается от того, что я вижу на Арбате Мы будем категорически с этим бороться Не с капустниками, а с несерьезным отношением Заявка такая развлекательная Разлюли малина Сейчас вот будет это вахтанговская Что я терпеть не могу, что я ненавижу Что портит, порочит вахтанговская Вахтанговская совсем другое Это истина страсти в предполагаемых обстоятельствах Принцесса Турандон Кажется, написаны все книги Кажется, сказаны все слова О великом художнике театра Евгении Багартионовиче Вахтангове И все-таки каждое новое поколение Вслушиваясь в этот удивительный вальс Из принцессы Турандот Открывает для себя вахтангово заново И каждый из нас Всю жизнь пытается проникнуть В смысл загадок Турандот В надежде открыть для себя Великую тайну театра Вы знаете Вот у меня это как-то очень было готово все Сейчас немножко, я так сказать Не соображаю так Но у Вахтангова был особый совершенно стиль работы Во-первых, он никогда не показывал Он не выбегал и не говорил Вот так надо сыграть Этого никогда не было Александра Исаковна Ремезова Старейший педагог школы Участница первого представления Принцессы Турандот Я говорю, что он требовал от актера Творить Вот ему творить Самому Понимаете А не то, что вот Вот вы выходите Вот вы довольны Вот вы это так сыграли Понимаете То есть как Ну вообще как принято Вот этого Этого никогда не было Но он делал Понимаете Он делал так Что все было абсолютно органично Вот что Позже для него было важно Органика Чтобы вы не наигрывали Чтобы Это вы сами Знаете Понимаете Сами Сами это придумали Вот А он Он может сказать Это ерунда И вот я действительно понял Что такое истина вахтанговская Когда я вышел на сцене В роли панталона В принцессе Турандот Потому что Потому что Потому что В этом спектакле Причем его Восстановили Почти в том рисунке В котором его и сделал Евгений Бартионович Вахтангов Потому что Работали с нами Старые исполнители И Рубин Николаевич Руководил этой постановкой И Иосиф Алексеевич Толчанов Который репетировал с нами Который когда-то играл В этом спектакле Юрий Васильевич Яковлев В роли панталона Вот поэтому Весь рисунок спектакля Того остался Остался И я даже Может быть это прозвучит Немножко нескромно Но черт с ним Не важно Я никогда не забуду Что сказал Рубин Николаевич Который играл мою роль Роль панталона Не на первом спектакле А может быть на 20-м Может быть на 50-м Спектакле После Особенно бурного Особенно бурного Особенно сильного Успеха за рубежом Спектакля Он подошел ко мне Овня меня поцеловала Сказал По-моему Вы меня переиграли Приняется в шут Что же Может быть я и окрещен Таким названием За мою веселость Сам Рубин Николаевич Симонов Много шуму Из ничего Это только злой едкий язык Беатричи Чествует меня таким названием Присваивая ему мнение света Ах Принцев шут О О Отомщу Отомщу Как сумею Блестящий Искрометный Талант Когда Ну Играли на сцене Рубин Николаевич Симонов Все понимали Что такое Вахтанговская Знаете Не надо было Объяснять Когда сейчас Играет Ульянов В Брестском мире Или Едигея И дольше века Длится день Не надо ничего Объяснять Потому что В нем есть Острый и социальный Запал И человеческий Запал И мы видим Живого человека В момент Его Внутренних Потрясений Юрий Васильевич Катин Ярцев Со своими Сверстниками Евгением Симоновым И Михаилом Ульяновым Актер на сцене Должен быть Живой Вот В общем-то И все К чему Направлены Все наши усилия Он должен быть Живой Естественный Искренний И в создании Этой Искренности Она Она все время Новая В старые времена Жил человек Давид Он был пастух А потом был царь Царь над народом Над войсками И мудрецами Его Богатство Испытал Давид И славу Но не познал Сытости Сила Жаждет И только печаль Утоляет Сердце И это я И это я И это я И это я Ну что же такое Вахтанговское Совершенно непонятная вещь Совершенно непонятная вещь И когда Я пребываю в тех стенах Я не смею так говорить Но сейчас Вот пребывание в этом В театре Мне позволяет говорить Совершенно иначе Об этом Мы пытаемся Исследовать это И с вашей помощью Тоже я надеюсь Что в конце концов Это произойдет Мне трудно Говорить О вахтанговском Методе Тем более В таком коротком Интервью Я надеюсь Что мы это раскроем В картине Но я очень хорошо Помню Первый свой приход Вахтанговский театр Это было после войны Ну война Это определенные люди Потом госпитали Тоже определенные люди Определенный круг Общение Я попал в Охтанговский театр И я понял Что это совершенно Все иное Передо мной Раскрылись Какие-то совершенно Иные вещи Которые я раньше Не понимал Ощущение юмора Ощущение искусства Взаимоотношения Людей Легкость этих взаимоотношений И серьез В отношении К профессии Я думаю Что я не ошибусь Если я скажу Что я вдруг Почувствовал Иную сферу Иную даже Идеологию И вот в этой Идеологии Я пребываю До сих пор Она конечно Менялась Вместе со временем Но так сказать Я думаю Что атмосфера И простите Что настаиваю На этом слове Идеология Это Главная вещь Которая воспитывает Главная Станиславский Вахтангов Щукин Святые символы Нашей веры Но подлинным Строителем школы Бессменным Руководителем На протяжении Полувека Был Борис Евгеньевич Захава Борис Евгеньевич Всегда говорил Что в этих стенах Мы должны Не только научить Актерскому мастерству Но и воспитать Человеческую личность У Монтэня Есть Такие слова К чему Вооружаемся Мы Тщетным Знанием О Сколь легко И сладостно Изголовье Для избранных Незнание И Простота Сердца Это Это Конечно Глупо Нет Не то что глупо Как-то Французисто Оглашенно Значит Все было бы совсем Даже и есть Очень неплохо Значит Во-первых Ирочка Два момента Чисто технических Вы Совершенно Скомкали Слово Сколь Воспустил скль Это невозможно Понимаешь Помните Да О Сколь легко И сладостно О Сколь легко И здесь есть Полногласное Ударение Прежде всего Владение Словом Словом И мыслью Этого Сейчас добивается Яков Михайлович Смоленский Понятно Да Теперь по существу Значит Почти Хорошо Это все Можно было бы Сделать Ярче И сейчас Вот первый раз Пожалуй Получился Переход Вот первое Еще одно из Очень важных Условий Избавиться От сегодняшней Суеты Для этого Надо научиться Другим ритмам Это Ощущение Покоя Меня никто Не торопит И я никуда Не тороплюсь И поэтому На стол Можно не сесть А опуститься Что делали В старину Со стола Не встать А подняться Ада Владимировна Брискиндова Преподает В нашем училище Французский язык И такую Странную Я бы сказал В наше время Дисциплину Манеры Учит Правилам Поведения Хорошему Тону Вы садитесь На полный Стол На кончике Стула Сидели только Чиновники И бедные Просительницы И так же Совершенно Спокойно Вы поднимаетесь И медленно Что-то При этом Когда будете Делать упражнение Вы говорите Например Мне это Совсем Не трудно Это Довольно Трудно Пожалуйста Прошу Учит давно Но научить Нас этому Сейчас Очень трудно А на полный Стол В один Присест Еще раз Встать Не опираться Колени Как подагрик На полный Стол В один Присест Спасибо Заметленное Съем Заметленное Заметленное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первые этюды. Наша азбука. То, что, собственно, называется школой. Урок ведет Владимир Иванов. Внимание, предлагаемые обстоятельства, физическое самочувствие, оценка факта, перемены отношений, наблюдений. Все эти элементы составляют внутреннюю технику актера. А это очень интересное упражнение, которое у нас называется «На память физических действий». Упражнение без предмета. От урока к уроку постепенное движение по ступенькам профессии. Кто кинул тарелку? От отдельного упражнения к импровизированной сценке. Это твоя. Где твоя? Твоя. Это да. Это твоя. Батя, Батя. Батя. Так, твоя. 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 Дет. Доберет. Я твоя. Да. Я твоя. Ну, что вам сказать, ребят. Вот я посмотрела ваш этюд. Ну, вот когда я учился еще, когда мой отец, Борис Евгений Захалов, был ректор. Ну, у нас такого этюда быть, конечно, не могло. Потому что были совсем другие традиции. Просто у училища и вообще в стране там не было то, что вот сейчас мы тут все имеем себе. Тоже этюд. Просто вот сам факт, что вы сыграли такой вот сложный, острый, необычный, по своей фактуре, просто потому что вы в нем вывели на сцену этюд, вот это уже хорошо, потому что это вас, как актеру, оно это, значит, вас на что-то наталкивает, натаскивает. Торо Адор. Студия мимики и жестов. Интуитивно я думал, что Вахтанговский институт это тот институт, где я, извините за такую крамолу, где я нужен. Мне казалось, это... Нужен, нужен, Александр Александрович, не сомневайтесь. Вы нужны многим киностудиям, художественному театру, школе-студии МХАТ, всем концертным организациям страны. И когда эта нужда будет удовлетворена, приходите, вы наш. Если хочешь быть подлинным художником, то твоя первейшая обязанность знать ту действительность, которую хочешь отобразить. Знать ее разносторонне, подробно и глубоко. Говорил Захава. Вахтангов при всей смелости поисков формы всегда оставался верным подлинной правде жизни. Вообще, из чего складывается образ? Образ складывается из отношений. Это известное, это азбучное есть. Кто, как, к кому относится. На чем, так сказать, эти отношения зиждются. Я хочу, чтобы вы, чтобы все вам было ясно, что искать. То есть, как вот то, что Тарханов говорил студентам, которые говорили, давайте поищем. Он говорил, а ты сюда ничего не клал, чего искать. Так вот, чтобы мы с вами положили, что мы будем искать. Это мало быть просто, понимаете ли, правдивым. Ну, это само собой разумеется, что артист должен быть правдивым и свободным. Иначе он вообще ничего не сделает, если он зажат. Алла Александровна Казанская. Нина в маскараде. Беатрича много шума из ничего. Антонина в Егоре Булыче. Это у нас в театре Шлезингер хорошо знал. Ну, это его личный, так сказать, талант, умение, умение все делать очень весело. Вообще искусство вещь веселая. Игра. Игра. Быстрее, быстрее. Так, вот уже сейчас, вот это, в принципе, идея правильная. Это идея правильная, только она искусственная, она не рождена самим Зевком. Поэтому, в принципе, я прошу тебя остановить его и объяснить. Не удивляйтесь, это тоже урок. Зевок должен родиться на сцене. Урок режиссуры. Это не обязательно, но... На одного бедного студента два мастера. Владимир Эуфер и Гарри Черняховский. Ни наиграешь, ни судьи. Я думаю, что во всем виноват этот бродяга. Заставили меня писать это письмо среди ночи. Все началось с того, что они всю ночь с бароном пили. Я замерз, как собака. Только в конце третьего курса студент получает право выйти на сцену нашего учебного театра. Репетирует Александр Михайлович Паламешев. Был такой замечательный актер художественного театра Леонид Миронович Леонидов. Актер абсолютно внутреннего переживания. Так вот он говорил, для того, чтобы быть заразительным, надо быть выразительным. Вы не доводите свое столкновение до апогея. Понимаете, друзья мои? И тогда ваши характеры, ваши характеры не проявляются. Они гибнут в туне. А здесь надо, как же ты доказываешь свое. Ты же столько лет прослужил, ты все знаешь. Понимаете? А ты доказываешь. Ну что говорить? Ну плебей. Я писарь, а это что? Слуга. О чем говорить, господа? Ну дурак. Ну пускай изложат. А то мне объясню, в чем суть дела. Понимаете? Ну до этого надо пытаться это очень энергично зрителям объяснять. Пожалуйста, попрошу еще раз. Альберт Григорьевич Буров. Дипломный спектакль по пьесе Питера Вайса «Марат Сатт». А этот студент вам, вероятно, знаком. Помните фильм «Маленькая Вера»? Андрей Соколов. Чтобы суметь отличить истину от неправды, нужно познать себя. Я себя не познал. И если порой мне кажется, что я обнаружил истину, я тотчас в ней сомневаюсь и разрушаю ее собственное построение. Все, что мы делаем в жизни, каждое наше действие, есть лишь галлюцинация, зыбкая тень того, что нам хотелось бы делать. Единственная реальность – это изменчивость наших познаний. И, Андрюша, резко, прости, в какое-то время он устал, измотался и резко перешел. Перешел и сел. Лично я отошел от всей этой суеты. Мне все это осточертело. Я со всем этим завязываю. Все, мне это надоело. Вся эта революция. Больше мне ничего не интересует. Все, кончено. Есть только индивидуальный человек. Своя безвыкновенность, но человек один. Один человек. Они вообще некие идеи, которые так беспощадно быстро овладевают массами. Как говорит Вайс. Врежь ему, врежь ему. Ну, не до такой степени. Да-да, артист должен уметь драться. Так же, как танцевать, фехтовать, владеть своим телом. И это не так просто. Смотрите, ребята, самое главное для меня сейчас – это сам контакт. Значит, первое, становитесь здесь. Держите контакт глаз в глаз. То есть вы видите, что партнер вас видит, все понимает, договорились. Теперь ритмически организовываем. Готовы? И начали. Вот весь этот момент самого разговора, разговора глаз в глаз. Ритмически. Готов. Начали. Поехали. Все вот это проделать. Четко. Есть целая кафедра пластической выразительности актера. Андрей Борисович Дразнин. Так. Вот так. Спасибо. Основное качество, которое нужно извлечь из актера – экспрессивность, выразительность. Я думаю, что правда и театральность нисколько не противоречат друг другу. Ну, во-первых, просто в жизни они спокойно сосуществуют. Наше поведение очень часто бывает ярким почти до театральности. Ну, правда, большая часть людей проявляет себя достаточно в стертых формах поведения, но люди яркие, люди экспрессивные от природы демонстрируют нам иногда почти театральные формы. Мало того, еще многое зависит от обстоятельств. Есть жизненные обстоятельства, где даже серый человек становится ярким, почти театральным в своем поведении. Вот и на сцене нужно так сгущать обстоятельства, чтобы форма поведения актера была предельно яркой и театральной. Но для того, чтобы это произошло, студент должен владеть своим телом. А тело, в свою очередь, должно быть соединено с душой. Свобода должна приходить на гребне техники, а не вместо техники. Вот так вот через себя вот. Вот так хорошо. Когда Ролан Быков, актер очень вахтанговский, ушел в кино, для нас это было большой неожиданностью. Я учился тогда, когда слово театральность произносило шепотом, когда это было чуть ли не запрещенное слово, когда в этом чудилось людям контрреволюции, когда я первый спектакль поставил в театре на условных приемах, то согнутым пальчиком мне говорили на худсовете «Мерхольдовщина». и когда я пришел в кино, и слово театральность для меня произносилось, я слышал ее, как слово бранное, когда хотели сказать тривиально, говорили «это театрально», когда хотели сказать пошло, говорили «это театрально». А для меня театральность была святым словом, я помалковал, я сначала хотел научиться, как это делается у них, но когда я где-то понял, что я уже владею этой профессией, этим производством, потому что кино это все-таки, ты мыслишь в производстве, то я поставил «Айболит-66», который Ром назвал разрушением кинематографа. Но это не было разрушением кинематографа, хотя он меня похвалил, он сказал, что это талантливое разрушение. Это не было разрушением кинематографа, это был некий прорыв условности в кинематографе. Я счастлив, что я здесь состоялся, именно как в Ахтангаре. Павел Цитринель, Людмила Черсина, режиссер Ион Унгуряну. Мне было 20 лет, и я, по сути дела, впервые через Ахтанговск я вообще воспринял театр. И до того был опален, что после окончания, когда мы приехали в Молдавию, я понял, что я просто влюбился, а тут надо было еще разобраться в этой любви. И через два года я возвращаюсь уже на высшие режиссерские курсы, возвращаюсь в Ахтанговский театр после окончания, чтобы понять, что же это такое в Ахтанговск. У меня ощущение, что, наверное, я бессознательно училась в институте. Скорее для меня, я помню, это атмосферу училища, атмосферу театра. Нам еще посчастливилось, как говорится, их можно назвать на сегодняшний день, работать, общаться, наблюдать последних из магикан. Это Селя Львовна, Мансурова, Бориса Евгеньевича Захава, Орочка, Толчанов. И не случайно на нашем столе лежат маски, хотя, так сказать, готовится все к нашему спектаклю Макбет. Но вдруг я подумала, как случайность для меня сейчас является каким-то подтверждением тому, что, например, принцесса Туранто для всех, для нас, это была просто школа в Ахтанговцев. Школа в Ахтанговцев. Мы участвовали тогда в рабынях, мы одевали маски. И, наверное, вот какое-то изящество, какая-то способность во многих ипостасях одновременно пребывать. И, в общем, нырять глубоко, и в то же время, так сказать, легко быть внутри подвижным, психологически подвижным очень внутри. Актер одевает костюм, гримирует лицо, входит в жизнь другого человека. Это и есть творчество. Но творчество на театре невозможно без человеческих отношений, товарищества, партнерства, определенного нравственного климата, того, что Вахтангов называл студийностью. У меня характер очень, как бы, самолюбивый. Я очень всегда мучился от своей фамилии. Это мучительная фамилия Райкина, это же целый образ, и надо ему соответствовать. И моему отцу в этом смысле было легче, потому что его отца никто не знал. И он начинал с нуля, и правильно начинать с нуля любому человеку. А это еще было на фоне того, что я еще безумно завидовал своим сокурсникам. У меня были замечательные сокурсники, у меня были прекрасные, рядом со мной учились мои товарищи, которых я очень любил, и которым завидовал очень. Просто завидовал, да и все. Был Юра Богатырев замечательный, талантливый и свободный, и уже умелый к тому времени. Была совершенно восхитительная, просто подавляющая свои свободы Наташа Гундарева, которая, ну, замечательная актриса, и сейчас замечательная, и тогда была замечательная, и всегда была замечательная. И она какая-то была вот всегда, она, все это что-то волнуется, готовится, там, что-то как-то настраивается. А она придет, сядет, там, что-то скажет, да что ты сидел, закрывай занавесу, а, и захохочет, сразу и сразу заиграет у нее слезы из глаз, черт ее знает, как с этим быть. Я сыграла первую большую роль здесь, в театре, банкротали свои люди, сочтемся, я сыграла липочку. И пришла в училище, и там одна женщина из учебной части, она подошла ко мне и говорит, ой, Наташа, я так рада, у тебя такие успехи. И вдруг выходит Борис Евгеньевич Захава и говорит, это что, Гундарева? А он уже, ну, старенький довольно был. Она говорит, да-да-да, Борис Евгеньевич, вы знаете, она же блистательно сыграла роль там какую-то. Она еще им всем докажет и покажет. Он меня отвел в сторону, мы с ним вышли в коридор, и он мне сказал, Наташа, я хочу вас попросить об одном. Ну, никогда никому ничего не доказывайте. Просто работайте. Ваше Вячеслав, Елизавета начинает потакать всем своим желаниям, и за это может лишиться короны. А чего она желает? Мужа, которого могла бы любить, то есть своего любовника. Ваше Вячеслав, вы можете выйти замуж за кого пожелаете. Какая новость, Сессиль. Общины до сих пор журят меня за то, что я не замужем. И хотят, чтобы я вышла замуж сейчас. За одного из лиц, указанных именем. Ваше Вячеслав. И родила от него ребенка, Сессиль. И все тот же. О принцах, перечисленных вам, мы узнали самым тщательным образом. Вы что там? Собак разводите? А я у вас в качестве породистой суки? Нам, как всегда, не хватает времени и места. Особенное напряжение возникает перед самостоятельными показами. Так. Если я подчинюсь вам, я отдам себе вашу власть. Репетиции идут во всех аудиториях, на всех этажах и даже на лестничных клетках. Однажды мы решили провести такой эксперимент. Сделать открытое обсуждение кафедрой самостоятельных студенческих работ. Хотелось праздник. По-моему, лично у меня было ощущение праздника какого-то. Вот я не знаю. Я начал. Трудно. Вот мне, мне трудно. И я уверен, что моему современнику трудно. Мне кажется, что это попытка понять Пушкина через себя. Через себя сегодняшнего. Понимаете? И не то, что его, как-то вот так сказать, а наоборот к нему прорваться. Дискуссия разгорелась вокруг каменного гостя Пушкина. Исполнитель роли Дон Гуана вышел на сцену в рубище и с петлей на шее. Сидела Катя и сидел я. Значит, и это можно по-разному абсолютно пробовать. Я ел суп, ел суп и перекидывался с ней репликами. Понимаете? И это было как-то очень жёло. Это может быть неестественно. То есть, есть Дон Гуан, ест суп, и она ему что-то говорит. Это вообще, то есть, как-то совершенно ненормально. Правильно? Да, но ведь Дон Гуан ест суп, а она ему что-то говорит. Это вообще просто какой-то сюрреалист, да, аномалия. Но это было, мы сами чувствовали, что это было очень живо. Что же всё-таки мы преследуем? Вот в этих самостоятельных отрывках. Мы хотим понять, что вы собой являете, с одной стороны, и чему мы вас уже научили, и чему ещё надо учить, с другой стороны. Какие здесь есть критерии? Так, грубо. Автор. Понимание автора. Понимание эпохи. Проникновение в автора. Образ. Понимание места этого характера в произведении. И школа. Правда. Элементарная правда. Пожалуй, самый глубокий след в истории нашей школы оставили Вера Константиновна Львова и Владимир Иванович Москвин. Какой-то своей особой жертвенностью. Вообще, я счастливый человек. В моей жизни много было режиссёров, с которыми я с большим удовольствием работала, и от которых я очень много получала. Евгения Симонова. Но большей радости, чем на репетициях со Шлизингером, я никогда в своей жизни не испытывала. Это действительно было какое-то ежедневное, если репетиции были ежедневные, ежечасная радость и удовольствие. Потому что, я думаю, что отличительная черта его, или одна из черт, была та, что он был светлым человеком, и он своим делом, своей профессией занимался легко и радостно. Синьорин, разрешите мне поблагодарить эти милые губы за их доброту? Дипломный спектакль «Дуэнья» по Шеридану. Чёрт возьми, а у неё действительно основательный пушок. Синьор Мендоса, это было удивительно. Ну, вам придётся сбрить бородку, а тут, слышь, как будто ежа. Да, бритва была бы, пожалуй, полезна нам обоим. Синьорина, а вы не согласились бы мне что-нибудь спеть? Охотно. Правда, я сегодня немного простужена и не в голосе. Сейчас. Любовь безна души моей Нас сто раз вяжет. Евгений Бухардионович Вахтангов говорил, артист должен уметь играть всё, от трагедии до водевиля. Я вахтанговский артист. А спроси у меня, что ты, собственно, такого вахтанговского сыграл и сделал, наверное, я ей не отвечу. Леонид Филатов. Я не играл ничего эксцентрического. Сильно. Я не играл почти комедий. Я совсем не играл водевилей. Ну, правда, в юношестве, вот в студенчестве, когда меня учили, мои педагоги, я играл водевиль, который очень любил Эдгар Женицы. Там было много блистательных артистов. И всё. Но это был единственный мой опыт, пожалуй. Поэтому, когда я говорю, я вахтанговский, вахтанговский, а вроде бы ничего вахтанговского. Вот ничего такого, что играл, то есть не на этом уровне, а просто ничего по репертуару такого, как играл, скажем, Николай Гриценко, у меня. То есть, если говорить, что бы я ещё сделал для того, чтобы иметь право называть себя артистом вахтанговской школы, вахтанговского толка, то у меня практически вот, я сейчас стою на нуле. Мне с завтрашнего дня надо только-только начинать. Хотя всё это внутри у меня как бы существует. И желание играть характерное, и что-то очень острое, и что-то очень смешное, и что-то очень, может быть, доброе, и что-то весёлое. Ну, пока вот так судьба. Давай, последний, Леночка, давай. Пойте, пойте. Он любит всех. Александра Ширвинта все знают, как артиста театра, кино, эстрады. Но он ещё у нас и преподаватель с 30-летним стажем. Финал. Ужделение, ужделение. Дождались. Хорошо. В слове «дождались» «С» «С» «Дождались». «Дождались». Вот. Женя. Кипитку давай. Молодец. Куражу, куражу давайте, куражу. Хорошо. Хорошо. Не теряйте счастье, вы пылинуй. Больше сейчас. Красота исчезает, Её время стирает. И все подначим. Подначим. Хорошо. Ира, Ира, давай, давай. Пошли дальше, 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 дальше. Только точку синхронно делайте, и я тебя умоляю, Женечка, когда услышал «Цыганщину», да, сообрази, потом все хором дождались о раскрепощении, то, чтобы связать с увертюрой нашей, и два слова этих, чтобы слышали. Значит, «дождались» и «кибитку». Давай. Людмила Владимировна Ставская. Владимир Иванович Москвин вообще не мог смотреть своих работ на экзамены. Нервы не выдерживали. Что-то не ваши слова. А я их не слышал. Да, именно сейчас все пришло в порядок. А ведь ни в жизни, ни в смерти, ни для него, ни для вас нет ни родины, ни покоя. Ирина Синотова. И это уже настоящая актерская работа. Да, вы правы. Ничего не существует. Ничего. Мы же сами придумываем себе все наши боли, все наши радости. Потом на протяжении всей жизни играем в них. А вокруг пустота. Пустота. Господи. Но ведь должен же быть выход. Ну, где же выход? Воктанговская обязательно включает в себя все, что связано с системой Станиславского. Плюс что-то. Помимо формы. Форма обязательно. Василий Лановой. Какая обязательная праздничность невероятная. Плюс еще что-то. Рубей Николаевич, когда показывал некоторые вещи нам, молодым начинающим актерам, наступал момент какой-то сумасшедшинки и реальности. Какой-то сверх-сверх. Я начинаю убеждаться с возрастом, что воктанговская это мировоззрение. Куда обязательно фундаментом должна войти правда. Куда обязательно праздничная форма. Куда обязательно еще легкая сумасшедшинка, без которой искусства не бывает, ибо она индивидуальность выражает. И плюс к этому еще вот грусть, которая была у Чаадаева. Сейчас вот Чаадаев-Пушкин переписку с учениками делает. Когда он Александр Сергеевич бросает упрек. Почему вместо того, чтобы помогать мне идти, вы останавливаете меня своим легкомыслим. Помогите же этой бедной Руси, заблудившейся в жизни. И такая грустная нотка в Чаадаевской интонации звучит, это тоже вахтанговская, как мне кажется. Обязательно демократизм, обязательно любовь к человеку, обязательно грусть светлая, но обязательно. Обязательно ощущение души человеческой в каждом человеке, в каждом, и обязательно боль за него немножко. Обязательно. Спит новый человек. По-старому спит. Андрей Платонов. Высокое напряжение. Что же это такое? Неужели она умнее и лучше меня? Последняя репетиция перед государственным экзаменом. Режиссер-педагог Юрий Михайлович Афшаров. Действительно хорошее существо. Ничего не требует. Ни на что не жалуется. Любит что-то далекое и меняет на это далекое свою текущую молодость. Бедный новый человек. Какой в тебе дар! А во мне никакого дара нет. Сам любуюсь ею, а сам есть хочу. Она, наверное, никогда не помнит пищи. Она ест только тогда, когда умирает с голоду. Пора экзаменов. Слава, 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 Марату! Раступнику нашему другу и брату! Слава, 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 Марату! Раступнику нашему другу и брату! Мы венчаем тебя! Друг народа Марат этим венком из березовых листьев за неимением лавра, который преступно растрачен на украшение безмозглых голов, академиков, полководцев и принцев! Слава, 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 Марату! Раступнику нашему другу и брату! Слава, 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 Марату! Раступнику нашему другу и брату! А-а-а-а-а! Вахтанговская это прежде всего конечно гражданственная, то есть позиционная, то есть заради чего? С чего это вдруг в холодные двадцатые годы Вахтангов поставил принцессу Турандот? Да потому что в то время нужна была принцесса Турандот, потому что она определяла тот мажор чувств, надежд, которые после революционных и гражданской войны лет обуревала вероятно людей Михаил Ульянов Вахтангов вообще мне думается обладал удивительным нюхом, удивительным чутьем к современности, к тому, что составляет суть всякого искусства в соответствии времени и мне думается что Вахтанговская это прежде всего великолепное, виртуозное, первоклассное мастерство профессионализма чтобы так, как играет этот актер никто больше не мог сыграть. Дети, вы уже взрослые люди, выслушайте меня, в этом мире законов и прав живут люди, в этом мире защищаются бумагой и чернилами, здесь живет у меня Гроссуриано и адвокат, здесь же живу я, Филомена Мажуранова, которая не умеет плакать, женщина, у которой свои законы, люди, всю жизнь Доменику Суриан утвердил мне, видел ли кто-нибудь хоть раз слезы на этих глазах? Нет, у меня слез. Смотрите, разве нищий имеет право на слезы? Вы же мои сыновья. Кто ты такой, чтобы запретить сказать моим детям, что они мои плоти моих сыновья? Вы знаете, что Мансуру это человек, чей возраст никогда не ощущался ни, по-моему, ей самой, ни зрителями, ни людьми. Евгений Рубенович Симонов. Я думаю, у нее был поразительный дар воспламенять людей. Вот если бы она сейчас была здесь среди нас, во-первых, никто бы не сидел, все бы бегали за ней. Во-вторых, она произносила бы какие-то восторженные речи, вспоминала бы что-то совершенно необычайное. Она действительно была как шаровая молния. Где бы она ни появлялась, даже на улице, где ее кто-то, естественно, узнавал, кто-то нет. Она создавала вокруг себя какое-то магическое поле творчества, вдохновения. Я очень люблю Бориса Леонидовича Пастернака, которую Мансурова читала и знала. И я думаю, что слова Пастернака об актрисе целиком относятся к Мансуровой. Сколько нужно отваги, чтобы играть на века, как играют овраги, как играют как играет река. И вот это умение вступить в игру особое, тайное, наверное, завеченное вахтанговом умение Мансурову проявляло чудотворно. Стоило ей прикоснуться к тексту, к слову, к стихотворению. Она вовлекала мгновенно зрительный зал в какой-то круговорот, действительно, как самум, как ураган. И это был не истерический темперамент, так сказать, нервозный, а темперамент, какой-то древний, что ли, могучий. А это наши бывшие студенты. Сегодня артисты театра-студии имени Рубена Николаевича Симонова. И посчитывается, который вы сейчас слушали, мои дорогие молодые товарищи, ставится с Ильовной Мансуровой. И репетировали мы вот здесь, в этой комнате. Но вряд ли какой-нибудь стул остался здесь в живых после этих репетиций, потому что летело все. И лампы летели, и книги летели. Она произносила этот монолог «Здесь мы репетировали вдвоем». Я думаю, что Евгений Багратионович Вахтангов, когда ему стоял выбор, кому играть турандот, были замечательные молодые актрисы. Очень интересные. И Орочка, и Синельникова, и Елизавета Георгиевна Алексеева, и Ремезова, Тумская, Сластенина. Я помню их всех. Они жили все в этом доме. Он остановился на Мансурову и сказал, дело в том, что как все сыграют, я знаю, что вытворит Мансуру, я не могу себе представить. Поэтому мне интересно именно она. Наша школа носит имя лучшего ученика Вахтангова, народного артиста Советского Союза, Бориса Васильевича Щукина. Сзади во всю силу. Горький Егор Балычев. В роли Балычева Борис Щукин. Не смей, глуши, Гаврила. Это же Гаврила, Архангел. Конец миру трубит. Глуши, Гаврила. Помешался, помешался. Он помешался. Помогите, Макей. Я вам говорю, помешался. Они говорят, с ума сошел ты. Уходите, трубачи. Ура, Ура, постой, не надо. Глуши, Гаврила. Это представление по мест миру трубит. А вводили так же плохо, как и сейчас. Так что вы не думайте, что тогда так все было идеально. Мне просто сказали, выскочишь, увидишь Ленина. Это Борис Васильевич. Ну, не вызывать же его к тебе на репетицию. Юрий Любимов. Само собой. Я говорю, значит, он где? Мне говорят, вот тут будет дверь. Ага. Он говорит, дверь-то ты увидишь. Я говорю, вот здесь. Откроешь, о, Ленин. И сразу, раз, товарищ Ленин, повернешься, уйдешь и все. Ну, текст я выучил, молодой был еще. Все нормально. Дверь я открываю, значит, товарищ, а Ленина нет. значит, некоторые растеряются. Я понимаю, что я должен его поискать. Он оказался в другой стороне. Я говорю, а, вот, товарищ Ленин. ровно 25 лет тому назад на этой сцене родилась знаменитая таганка. Значит, доложил. А от того, что перестарался, то я совершил поворот не так, а на 360. и значит, совсем испугался. Потом, значит, я вышел в дверь и почему-то мне захотелось еще раз подглядеть. Я открыл дверь и так смотрю на Щукина. Он оборачивается в зал и говорит фразы, которые не было у погоди. Вот какая молодежь! И снова лето, и снова пора волнений на улице Вахтангова. Субтитры создавал Dima Носкор В этот час волнуемся и мы, ждем. Вот откроется дверь, и войдет он. И мы должны его угадать. Среди всей этой массы увлеченных театром людей мы должны угадать актера, который будет достоин подняться на сцену, где творили Щукин, Симонов, Мансурова, Орочка, Алексеева, Толчанов, Гриценко, Пашкова. Мы ждем актера Вахтанговской школы. Кого из современных актеров считаете вы наиболее соответствующим Вахтанговскому идеалу? Чарли Чаплина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 школа, единственная театральная школа, которая избежала канонизации. Субтитры создавал DimaTorzok